Она просто где-то занимается, мы ее сделали первое эксклюзивное выступление. Итак, это инспекция, мы сейчас с нами наберем студию. Сейчас, ну, и на луке. У вас потом кофе добавим, но это потом. Они голодные, они вообще хотят в ресторан. Ну, извините, сначала фиг, а вот именно. Пусть сначала заработай. Нет, нет, нет. Я говорю, что... Вас положить. Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, да. А, вот Кристиночка там ждет. Надежда привела, что вы их по-моему официальности? Я даже не знаю, в чем вы движетесь. Знаешь, откуда? Очень хорошо. Там, очень долго, очень долго шли, у нас уже все. Да, уже все, это уже движется. Да, давайте, заходим. Кристина, добрый день. Заходим. Заходи. Так. Куда? Сейчас, вести. Сейчас. Сходите, заходите. Смотрите, как. Сейчас мы вас посадим. Вас сюда посадим, супруга сюда посадим. Значит, смотрите, три камеры, да, в автоматическом режиме переключаются. Но, ну, остальное все, знаете, наушники, отделе, и все. Вопросы, ответы. Девушку зовут Настя. Здрасте. Настя. Винсен. Она тебе по-английски говорит? Она поговорит с ним по-английски. А вы мне, если сыраку на прямой эфир, я могу выставить. Может, сразу в инстаграм. Или нет, супруга, что понравилось. Все в черненьком. Все такие моднявые, девочки такие красивые. Посмотри. Лория, ты куда попала? Смотри, какая пусть-пусть. А, собачка. Как замка жала? Смотри, стопы смотрит. Все. Свою подругу. А как ее зовут? Лория. Это ваша, да? Да, это наша. Это наша доча. Доча наша. Она, по-моему, объевшаяся. Нет. Нет. Что-то она такая спокойная. Она вообще характерная. Она очень ласковая. Ласковая вообще просто. Ласковая. Она любит мясо. А, тогда я пошла. Я пошла. На человеческой. Не надо. Не надо. Не подставляйте меня. Попсик. Попсик. Радио Китс ФМ В эфире Настя и Натали и Винсент Фанкло... Извините. Фальконе. Фальконе. Натали блогер, очень популярный блогер из Америки. У Натали приблизительно 100 тысяч подписчиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Можете немножко рассказать о своем творчестве? Ну, мое творчество проходит где-то около пяти лет. Пять лет назад я решила стать блогером и пошло и поехало, так скажем. Я не знаю, может быть, можно ли назвать это творчеством, но я делаю то, что я очень люблю делать. Это мои видео, я очень люблю их редактировать, и я люблю доносить до людей информацию, которая им нужна, наверное. Ну, и, естественно, люблю доносить до людей хорошее настроение. Можете немножко рассказать о том, как вы вообще решили создать свой YouTube-канал, и должен был уже быть какой-то выстрел? Вот, хочу, и все. Конечно, конечно, могу рассказать. Пять лет назад я познакомилась с одной женщиной у нас во Флориде, и она тоже была блогер, и сейчас она блогер, и мы с ней подружились, и она, тогда у нее был канал, и сейчас у нее есть канал. И я на ее канале рассказывала и свои истории. И ее подписчики начали писать, Наталья, мы хотим тоже тебя смотреть, открой канал, открой канал. Ну, и я решила это сделать. Я также открыла канал, и вот теперь я тоже блогер. А как вы придумываете идеи для вашего видео? Все-таки как бы это сложно. Вот мы каждую программу, мы очень долго придумываем новую тему, потому что хочется все время смотреть что-то новое, и не хочется постоянно повторяться. Вот как у вас получается так? Вы знаете, просто на моем канале это моя жизнь, и поэтому мне ничего придумать в принципе не надо. Я просто рассказываю, показываю все, что происходит в моей жизни. Я показываю, например, цены в магазине. Я, например, показываю вещи, которые я примеряю. Я показываю рестораны, в которые я хожу. Я показываю людей, с которыми я дружу. Я показываю свои путешествия, как, например, сейчас в Латвии. Я же знаю, что вы сейчас приехали из одного города в Латвии. И, может быть, расскажите немножечко о ваших ощущениях, а я пока покажу маленький кусочек, найду его. Да, конечно. Можно уже говорить? Конечно. Да, мы сейчас данный момент приехали из Лудзы. Мы ехали в Латвию, и я, наверное, раньше ничего не знала, кроме Риги и Юрмалы раньше. И вот у меня одна из моих подписчиц, Вера, которая меня пригласила в Лудзу. И я посетила очень много красивых мест на самом деле сейчас. И не только Лудзу, а я посетила, могу ошибиться с названием, Алгона. Алгона. Очень красивый город. Мы видели латгайскую кухню. Вам понравилось? Очень понравилось. Винсен, did you like the kitchen, like their cuisine? Very good. And, Винсен, do you like to, like, to have a place in Natalie's, like, videos? Or you want to have your own channel? Or something like this? Well, I like doing the channel along with my wife. Me and her, we're a team. So we do it together. And do you, like, you're just, I don't know how to, like, to say it correctly. You're just acting there? Or you're having something? Well, mainly, most of our stuff is not acting. We're just, like, every day doing our thing. And the camera's rolling. And whatever happens, happens. Oh, he actually cooking on my channel. He's Italian, and he cooking Italian dishes. And share with our subscribers some recipes. It's really nice. I'd like to go on to a little bit of a pause. And we'll be back soon. We'll be back soon. This is Radio Kits FM Riga. We're in the air Nasta, Nathalie and Vincent Falcone. Falcone, from Florida. We're talking about how Nathalie decided to be blogger. And we're talking about blogger. All-таки bloggerство, это же не только просто снять и что-то рассказать. Нужно же еще это как-то смонтировать, выложить. Как это происходит изнутри? Ну, вообще, вы знаете, это самая, самая моя любимая часть блогерства, это именно монтаж. Почему? Потому что тогда создается картина. Вот, наверное, как художник пишет картину, да, или как дизайнер делает одежду. Он смотрит не только уже на одежду, которая сделана, а он ее создает. И вот когда он создает, он, как сказать, у него в голове рисуются вот эти картины, которые он складывает как пазл. То же самое, когда я снимаю видео, я уже знаю, в принципе, где у меня вот эта картинка будет, где у меня это. И у меня в голове уже идет музыка, которую я уже подставлю под то, что я снимаю. Поэтому, когда я начинаю монтажировать, когда я начинаю складывать все это вместе, начинаю монтаж, я, в принципе, отдыхаю. Потому что я, наверное, уже воплощаю все вот это вместе, которое я создавала по отдельности. То есть именно вот этот пазл, который раскидан на столе, вот если можно так сказать, я складываю эти части вместе. И на самом деле это мне доставляет огромное удовольствие. Мне всегда казалось, что монтаж это сложно, ведь, допустим, вот вам нравится какая-нибудь песня, которую вы хотите поставить. А на эту песню, допустим, авторское право. И как сделать так, чтобы ваше видео не заблокировали, и, допустим, если вы хотите поставить именно эту песню? Нет, именно эту песню, на которую авторское право, вы, конечно, не поставите. Я беру песни, которые могут быть поставлены на видео. То есть я работаю на YouTube, и у меня есть партнерская программа, которая предоставляет мне библиотеку с этой музыкой. И там, ну, если не миллион, то тысячи-тысячи песен, из которых я могу выбрать. Поэтому у меня с этим, в принципе, нет проблем. Конечно, если ты поставишь авторское право, то тебя накажут. А у вас не было, случайно, таких конфузов, что... Конечно, были, да. Ну, очень часто, во-первых, когда ты ставишь авторское право, очень часто тебе YouTube говорит, на эту музыку авторское право. Если вы с этим согласны, вы ничего не должны делать, мы просто оставим эту музыку, и те деньги, которые будут капать, как говорится, да, они будут идти к тому человеку, которому принадлежит эта музыка. Или вы можете просто перезалить видео и поставить другое. То есть, да, были, конечно, и когда видео на самом деле очень хорошее, и музыка подходит, я просто оставляю его на канале, потому что, ну, оно как бы... Такая картина, которой больше ничего не подойдет, кроме этой музыки. Поэтому ничего страшного, я просто остаюсь без монетизации. То есть, YouTube, он... Я как бы знала, что YouTube, он приносит деньги популярным блогерам. А когда вот ваш блогерство, или как его можно назвать, начало приносить вам деньги? Ну, с какой? Ну, во-первых, если вы сейчас, допустим, станете блогером, то YouTube говорит, вам нужно обязательно сделать видео на столько-то часов, чтобы у вас было столько-то просмотров. Я сейчас в данный момент не помню, сколько именно. И чтобы у вас было вот столько подписчиков. И тогда вы можете монетизировать свои видео. Ну, например, вам нужно, чтобы в вашем видео было просмотрено зрителями, допустим, 700 часов. И вот вам нужно снимать видео, чтобы были просмотрены вот это вот определенные часы. И тогда вы можете монетизировать. Я еще хотела вас спросить. Поскольку вы сейчас же ехали к нам из другого города, и я успела посмотреть и ваше видео, как вы успели так быстро его смонтировать, выложить на YouTube и всякое такое? Ну, у меня это вообще на самом деле очень просто. У меня и iPhone, как и у многих из нас, и на iPhone есть программа, называется iMovie. И вот когда я сейчас в данный момент в путешествии, я делаю видео, одновременно их тут же монтирую и выкладываю. Это, конечно, очень быстрый способ выкладывания видео. И если я бы была дома, конечно, я бы скинула это на компьютер. На компьютере бы я сделала совершенно по-другому. Но так как я сейчас в путешествии, мне очень сложно накопить столько много видео, и потом просто это будет нереально, мне кажется, разобраться, и потом в телефоне нет столько места. Места, да. Конечно, я взяла с собой камеру тоже. Как блогер я, конечно, не снимаю телефоном. Я снимаю обычно камеры и вывожу это все на компьютер, и потом на компьютере я монтирую. Но так как я сейчас поехала в путешествие, первый раз я решила снимать все на телефон, чтобы было быстрее передать людям, что происходит с нами. Вообще обычно я это делаю на камере. Раньше у нас было путешествие в Россию. Мы также три недели ездили по России, и я снимала все на камеру, и потом приехала в Америку. Все это выводила на компьютер, и потом с компьютера я каждый день выставляла видео. Долго. И решила в этот раз делать по-другому. Ага. То есть, а какова цель вашего путешествия? Вы просто приехали отдыхать, либо уже у вас есть какая-то определенная цель? Ну, во-первых, Рика – это, можно сказать, город моего детства, потому что у меня здесь родственники живут. У меня здесь живут двоюродные сестры, племянники, тети. И последний раз я здесь была в 2001 году, перед тем, как я уехала в Америку. И вот сейчас, спустя 18 лет, я решила приехать к своим родственникам, навестить их, свою тетушку. И так как у меня канал, у меня вот появились еще подписчики, которые также живут здесь в Риге, и мне показали Ригу и Лудзу. И вам понравилось, как-то поменялось Рига с 2001 года? Просто я не знаю, я родилась в 2006. Вот это да. Ну, я ничего не могу сказать, поменялось или нет, потому что я на самом деле не очень сильно помню. Я знаю, что Лидо, допустим, не поменялось. Когда я приехала в 2001 году, она только была построена. И сейчас, в принципе, наверное, даже стало еще лучше. Поменялось или нет, Латвия? Она всегда была для меня красивой. То есть я никогда не видела ничего такого, чтобы вот мне бы хотелось здесь изменить. Давайте спросим у Винсента. Винсент, ты любил Ригу? Ты любил Латвию? Я люблю двое города. Очень хорошо. Очень красиво. Очень старый. И я люблю это. И... Из... 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 Да. У тебя в Америке? Нет, но это мой мечт, чтобы посетить Америку. Потому что я посетила Ингландию, и я хочу посетить каждое английское язык, английский странный стран. Это мой мечт. Мы живем в Флориде, в Орландо, где Микки Маус, где есть все эти парки. И в Америке есть немного другая языка, чем в Ингландии. Американцы не говорят право. Я люблю Американский английский больше, чем Американский. Не английский английский, да? Да, не английский английский английский. Нет, я люблю Американский английский больше. Мне тоже. Это как... Так как я. Я просто не понимаю английский много, потому что когда мы идем в кинотеатре и смотрим фильм в Ингландии, это очень сложно для меня, потому что я не понимаю. Это действительно так правильное. Правильное. Да. И так, как британский английский. Очень правильное. Да. Радио Кидз ФМ Рига. Радио Кидз ФМ Рига. Я приехал в Россию с прошлым годом, который был очень веселый, и также приехал в Франции, и... Австралия. Это слишком далеко, чтобы flyать в Австралии. Да, это так. 20 часов на корабле. 20 часов? О, мой бог. Возьмите, когда ты уходишь на корабле, как ты уходишь на корабле. Самый. Возьмите, когда ты уходишь в Австралии, это, наверное, 9 часов, и... Какие? 20 часов на корабле. Да, это тяжело. Знаете, что меня очень хорошо удивляет в Латвии? Все здесь не знали английский. Так что, хорошо. Как ты знаешь английский так хорошо? О, знаешь, я живу в Спании, и я учусь в английской школе. Так что, я должен иметь английский. Знаете, в нашей школе, в нашей школе, это не очень хорошо английский. Потому что наш учитель говорит на русском. И я учусь в английском, и я учусь в английском, и я учусь в английском, и я люблю это больше, чем учусь в школе. Как ты решила, как вы решили, как вы решили переехать в Америку? Америка и жить там? Или как вы решили жить там? Как вы решили перенести в Америка от России? Да, я вообще перенесла в Америка на финансовую виза. Я проведу с другими американцами. Мы с ним живем 6 лет, а потом мы подавили. И это мой второй муж в Америка. И последний муж, я надеюсь. И я приехал в Америка с моим сыном. Мой сын был 14 лет. Как вы? Я 13 лет. Мой сын был 14 лет. И теперь он 32 лет. Он живет в Америка больше, чем он живет в России. Да, это здорово. Я хочу жить в Америка, вы знаете, для одного года или два. Не больше. Да, это хорошо. Где бы вы хотите жить? О, где в Америках, наверное. Я люблю Америка и английский, но я хочу жить в Америках. Или в Америках. И они там и где-то там. Мне нравится их природа. И это довольно красиво, жить в Америках. Где вы были, в Америках? Латвия? Я был в Лондоне по моему папе. И я был где-то, я не помню, потому что я был маленьким. И в других странах я не был в Россию, потому что мои родители говорят, что это очень дорого, поэтому мы идем где-то без виза. И я был в Спании, Италии. Я был в многих странах в Европе, и я был в Таиланде, и где-то. Но я не был в России и в Америке, но это мой лучший меч. Так что ты говоришь три языка? Латвийский, русский и английский. И я хочу говорить в Спании, но я не так хорошо, что английский или латвийский. Я тоже хочу. Ты хочешь рассказать кому-то больше о блоге? Как сложно его вести? Это сложно вообще? Ну, вообще, конечно, я каждого приглашаю на свой канал. Канал называется еще раз Наталья Фалконе Фром Флорида. И мой канал, я думаю, что больше развлекательный, чем информационный. И я на самом деле такой человек. Я очень люблю сама развлекаться. Я люблю очень, когда хорошее настроение. Я люблю, когда люди смеются. И поэтому я, конечно, не могу судить о своем канале хороший, плохой. Я вижу по комментариям своих подписчиков. Но, в принципе, я думаю, что мой канал несет доброту людям. И очень многие мне пишут, что когда у них не было настроения, они включают мои видео, и настроение приходит. И этого достаточно для меня. А я посмотрела ваше видео, и очень много видео у вас про еду. Да? Да. Наверное, так вам попадало. Ну, мне правда попадалось. Популярно и было про еду. И вы любите готовить или как? Мой муж любит готовить. They ask me if you like cook, if you like cook. Но наше самое большое популярное видео на Ютьюбе, где у меня муж пробует, ну, я назвала русскую еду. А я не знаю, попадалось ли вам это. Попадалось, да. Там, где он ел вяленую рыбу. Ну, вот это был самый пик смешной видео. И у нас на нем больше двух миллионов просмотров. И, наверное, поэтому люди думают, что мы любим так сильно готовить, потому что это видео нам приносит очень много подписчиков. Оно выходит на Ютьюбе сразу, когда пишешь «Американец. Русская еда». И оно, наверное, первое сейчас выходит. Вот. Но вообще мы любим все. Мы любим принимать гостей. Мы любим готовить. Мы любим одеваться. Мы любим куда-то ездить. Мы любим просто шутить. Я очень люблю пранки. Я их, правда, немного делаю, но как-нибудь пранковать людей я люблю на самом деле. Пранки – это могут быть и хорошими, и плохими. Вы как-то было, что пранковали неудачно? Наверное, нет, не было. А как тогда сделать, чтобы пранк был точно удачным? Никогда не знаешь, когда, как и когда. Ну, допустим, один из пранков вот у нас, наверное, здесь тоже есть печенье Орео. Знаешь такие печенье Орео? Да. Ну, вот я решила один раз мужа накормить печенье Орео. Я взяла, съездила, раскрыла одну печененку, и вместо вот этого белого крема я сделала зубную пасту. И я положила на тарелку ему среди нормальных печенинок, говорю, давай мы с тобой, ну, говорю, в других странах не знают этого печенья, давай покажи, почему ты его любишь, и покажи, как ты его ешь. Он говорит, хорошо. Ну, я ему так разворачиваю тарелку, он берет вот одну, я вижу, что он берет нормальную, и такой, вот, смотрите, вот это печенье, он так, честно все, он от сердца так, вот, смотрите, печенье, я вот ему вот этим способом, значит, I talk about Oreo cookies. Oh my goodness. Ну, и второе печенье, он говорит, а еще я вот люблю так, я так и поворачиваю, он берет ее, значит, с тубной пастой. Он берет в рот, ест, и не хочет показать, что ему не нравится, потому что он не понимает, что его пранкует. И он такой, и я начинаю смеяться просто вообще, и он такой, типа, что это, я говорю, да я тебе зубную пасту положил, ну, и, конечно, он там такой, ааа. Я бы обиделась, правда. Ну, ничего страшного, обиделся и разобиделся. Хорошая позиция, правда, очень удобно, обиделся и разобиделся. Конечно. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, спасибо вам, что пригласили. Спасибо, что вы здесь. You're so, like, interesting person. Спасибо. О, thank you. Правда, это очень смелое решение начать свой блог. Я бы никогда не решилась, правда. Почему? Ну, я бы не решилась, я бы... Ну, посмотри, вот ты на прямом эфире, я бы, наверное, так не решилась никогда. Ну, прямой эфир, ты немножко другой, чем блог. Потому что на прямом эфире, в прямом эфире я рассказываю людям, у нас приходят вот прям вот так вот контакты. И я так же делаю прямой эфир на канале. Да? Конечно. Ты включаешь прямой эфир, и так же люди тебе пишут, и ты отвечаешь на вопросы, и ты никогда не знаешь, какой вопрос тебе зададутся. Я очень часто делаю прямые эфиры. Ну, всё равно, радио, это немножко другое, чем блог. Блог надо монтировать, а монтировать я не люблю. Поэтому... Прямые эфиры не надо монтировать, они так. Раз. Ну, блог это всё равно, видео надо снимать. Я тебя научу. Монтировать, да? Да. Ну, я не уверена, что кому-то будет меня интересно. Ну, никогда не будешь знать, если не попробуешь. Я пробовала. Больше, чем два подписчика у меня не получат. Правда. А вот как всё-таки заработать вот эту вот большую цифру? В сто тысяч, это же очень много. Ну, когда людям нравятся твои видео, они делятся ими с другими. И тогда растёт дерево. То есть, как ты сажаешь дерево, да? И оно сначала маленькое очень. От него идёт один листик. Но оно растёт, и если ты его хорошо поливаешь, если ты за него удобряешь, оно растёт и вырастает в огромное дерево. Это то же самое я представляю почему-то вот канал. Если ты вкладываешь душу, если ты не обманываешь людей, если ты показываешь им, как есть, ну, конечно, не всё, но, по крайней мере, людям очень нравится, и они чувствуют. Зрители, они чувствуют, от души ты это делаешь или нет. Ради денег это делаешь или ради людей. Ну и, в принципе, когда ты делаешь это ради людей, и когда ты делаешь то, что тебе нравится, деньги приходят сами. А по поводу рекламы. Вот сейчас очень популярные блогеры, у них постоянно реклама в видео. Это ужасно раздражает. И вот вы ставите рекламу, да? Конечно. Именно это даёт блогеру заработать деньги. Ну, это как вот мы смотрим телевизор. Любое кино вы смотрите по телевизору, которое вам нравится, идёт реклама. Она раздражает, но её нужно терпеть. Но по телевизору вы её не нажмёте, чтобы её пропустить. На Ютубе её можете пропустить, нажать маленькую кнопочку и смотреть дальше. Это на самом деле, вот это вот мне очень нравится в Ютубе, что подождал там 5 секунд, всё, и пропустите рекламную минуту. Вот она правда. Почему нельзя сделать так же на телевизоре? Ну, пропустите, всё. Ну, каждый труд должен быть оплачен, и это, конечно, тоже труд. И, конечно, даже если мне это нравится делать, это всё равно труд. Так же, как вот, если у нас есть певцы, они поют, им нравится петь, но за концерты они берут деньги. Так же, как и художники, они рисуют картины, они пишут картины, но они картины продают. Тоже самое блогеры. Я люблю делать видео, но я с удовольствием получаю деньги на Ютубе за это. Спасибо вам большое, что пришли к нам в видео. Я уже пообщалась с блогером, у меня уже место прямого эфира в видео на языке. Спасибо, что пришли к нам в прямой эфир, и обязательно ждём вас к нам ещё раз. Спасибо большое, обязательно приедем. They say that they want to come back again. Oh, sure, why not? I will. Of course. Да, было бы классно, если вы приехали к нам ещё раз. Обязательно. Ну, с нами были Наталья и Винсент Фалконе, и Настя на волнах радио Kids FM Рига. Всем пока. Настенька крутая. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok